МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках проекта «Свет информации, культуры и творчества для усих», например, в Презборовском сельском доме культуры, створили один и в Беларуси экологичный музей тайных гаючих рослин, обеяких Антонина Воронцова, загадчик СДК и одночасово неофицийный директор музея, дарящий медик по профессии, ведая, сдается усе. Вы пришли к растению с чем? С добром, потому что оно чувствует человека. Если ты пришел с добром, и ты к нему обращаешься, и берешь его, и срываешь, оно в восток раз отдаст себе добру преумноженное. Об элековых рослинах у музея могут рассказывать годинами, и как сбирать, и как нарыхтовать, и в каких выпадках уживать. Хоть только в этом не обмежевались и продумали концепцию эко-музея, когда дроби зелк у речи потенциального туриста необходно затекавить еще и нечем незвычайным, по великим рахунку подаровать веру в суд. Это нехай и несоправдное, а ли все-таки папа раскветка, а тому необходно загадать ожидания и зарабить крок наперед. Все, теперь обовязково сбудется, и для этого нема необходности чекать купальскую ночь. В плане реализации инициатив населенства Рогачевский район на Гомичине – сирот самых активных. Только в одной весты лучин при финансовой потребции международных структур ожитивили одразу четыре проекты. Починающие от организации фестиваля «Уграй-гармоник» до выдания сборников, истории вестки в местовых жахарах, сирот проекты, реализация которых зараз подчинается в рамках новой программы развития организации объединенных насой, укоронения сродков супротивопожарной безопасности в Рогачевском лесгасе и научения населенства способом коллективной и индивидуальной обороны местовыми воротовальниками. Международные программы и идут навстречу таким инициативам для того, чтобы дополнительными своими средствами помочь людям решить какие-то проблемы. Для них жизненно важны в любых сферах. Олег Синтюров, Евген Матейнка, телерадиокомпания «Уграй-гармоник» Рогачевский район. Управнание с початком минулого года Гомельский областный кардиологический центр повеличил экспорт послуг больше, как у двоя. Особливой популярностью этой установы зараз корыстается уже хороу Российской Федерации. А в плюсах центра и необходимости притрымливаться здорового ладу життя. Наш наступный сюжет. Куренья, стрессы, малорухомы ладжиття, нерациональное харчевание и лишняя вага. Причин стать пациентом кардиоцентра шмат. Притым, что займаться профилактикой кардиозахворванием имкнуться далеко не усе. Больш затое. По словах медиков, навод после операции не все притрымливаются отрыманных рекомендаций. Такие относины персонал вельми хвалюют. Але на якость оказания допомоги гэты факт нияк не уплывая. Что год у центра проводятся до 1200 операций в отделении сосудистой хирургии. И коляд 450 у кардиохирургии. Утым лику на открытым сердце. В сосудистой хирургии операции все очень успешно проводятся. Осложнений практически не бывает. Смертность меньше 1%. Гомельский областный кардиоцентр установил значные ступени уникальные. Под одним дахом оказывается весь комплекс послух. От консультации у поликлиницы до послеоперацийной реабилитации. Гэта дозволяя постоянно отрымать пациента у поле зроку и оперативно оказывать необходную медицинскую допомогу. А прача тагу отрыманы вопыты сучасные обстылявания дозволяются не только повышать якость гэтой допомоги, але и на ровных супрацовничать с ведущими кардиоцентрами свету. У вселяким разе показать свои досягнени не соромно, а хоть и паушиться. У инших тут так само николь не отмавлялись. Те же литовцы, у нас были россияне самая представительная, так сказать, из Бакулевского института. Это, как бы, считается ведущий центр российский. И у нас были лекторы из Италии, из Германии. Олег Сентюров, Максим Савин, Явген Макеенко. Телерадиокампания «Гомель». Глядите сёня у 18.53 у промым эфиры телеканала «У Беларусь-3» и «Беларусь-4» новый выпуск программы «Дайалог». Гость студы, намесник, главного урача Гомельского областного клинического кардиологического центра Сергей Саливончик. Свои питания можно задать по телефону промога эфиру у «Гомеле» 77 68 45. На переддне Дня милиции гостям программы «Задай пытания уладзе» на хвалях Радио «Гомель плюс» стал намесник начальника управления внутренних справ Гомельского областного канка Андрей Серафимович. У промым эфиры он распавел об приемной кампании у высшейшей навучальной установы системы Министерства внутренних справ, якая худка стартуя. Паводля его слов, потребования до кандидатов у милиционеры постоянно повышаются. До поступления варты рыхтоваться уже зараз. Приемные комиссии почнуть працу у красавику. До речи, у лику абитуриентам у апошні гады становятся все больше представниц пригоже половы человечества. Уже сёння кожный десятый супрацовник милиции Гомельщины гэта миновита дзявчина. Разом с тым, у рады милиционеров сёння приемают и без высшейшей адукации. Такие, як правило, пополняют сержантский состав. При этом удалейшем я не маюць макчымасть отримать юридычную адукацию в системе Министерства внутренних справ бесплатно и удалейшем различивать на карьерный рост. Мы ждём молодых, энергичных, уверенных в себе молодых граждан, которые хотели бы стать сотрудниками мирового внутренних дел. Нам в нынешней ситуации очень необходимы профессионалы, которые в первую очередь юристы, где-то педагоги, которые уже имеют базис юридического образования на этом базисе, строят свою дальнейшую карьеру и соответствующим образом находят себя в наших рядах. Не застанься абыяковым закликают супрационники ДАИ и активисты Гомельского отделения Белорусского товарыства Червоного крыша. Под таким лозунгом яны провели одноименную профилактичную акцию для водителев и кайна керавана на повышение взрывня их веда у показаний первой медицинской допомоги. Что год у Гомельской в области отбываются дорожно-транспортные оздарения, у которых гинуть люди. Анализ поводенного водителя у таких ситуациях показывает, что колькостях можно было бы скоротить, кольбни, которые водители не покидали место ДТЗ, а в освою часов оказывали потерпелым перед медицинскую допомогу. Миновито на этом аспекте изробили акцент организаторы акции «Не застанься абыяковым». Инспекторы ДАИ выборочно спыняли транспортные сродки, проводили с водителями размогу об необходности нести отказности у дорожных ситуациях, а представники белорусского товарыства Червоного крыша звертали увагу на то, как правильно вызначить стан потерпелого и зарабить ему непромы массаж сердца. Хочется сказать, что, конечно, да, народ знает, как оказывать первую помощь, но наша цель научить правильно оказывать первую помощь, чтобы не навредить пострадавшему, потому что знаний очень мало, нужны еще и практические навыки. Главное в такой ситуации с учетом транспортных происшествий это не терять голову, не поддаваться страху, думать трезво и расчетливо. У Гомелес завершился третий открытый международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор». У делу им приняли 17 команд школьников-знавцев из Беларуси и России. Они демонстровали свои веды в питаниях христианской истории и культуры. Наши корреспонденты с подробностями. Кульминационная частка международного турнира по интеллектуальных гульнях «Фавор» развернулася в студии телевизийной «Гульни» и «Рудыт-пятерка» в теле радую компании «Гомель». Она трымалась гарача и подчас запису подлетки с легкостью ориентовались в питаниях христианской истории и культуры. Ключевая тема задания у ведущих отыщилась о житии деятельности проподобной Ефросини Полоцкой с подорожной новинной православной церквы «Азбука веры». После финального задания «Великий экран» перемогу телегульни Леонида Климовича отрымала команда из России. Спрашивалось о покровителе русской футбольной команды, хотя его не существует. Команды сидели гадали, пытались угадать, но оказалось, что никто не ответил. Мы на конкурсе впервые принимаем участие. Много лет мы ездили на конкурс в Крым «Зерно истины». Подобный конкурс знатоков посвященный православной культуре. Нам очень понравилось у вас, мы были приятно удивлены организацией конкурса. У целом международный турнир по интеллектуальному гульнях «Фавор» накеровано на содейничании духовному, моральному и интеллектуальному развитию молоди, по ширине умоцеванию ведов школьников в галине христианской культуры. Его организаторы выполнены. Важно прививать навыки працу коллективе методами интеллектуально-гульнявой деяности. Все это в делу с поборницах принялись 17 команд школьников знавцев с Беларуси и России. По выниках международного турнира «Фавор» были вызначены переможцы. На первой приступке пьедестала опынулася команда с Бреста, другими стали гамельчане. На третьем месяце разместился Пинск. Переможцы отримали каштонные подарунки, а все без выключения, корыстные веды, яскравые эмоции уражения, так само выдатную махчимость завести новых Сяброу. Мы показываем, что мы православие едины, что наша православная церковь это церковь любви и созидания. И поэтому присутствие из других государств детей сегодня нам дает уверенность в том, что будущее в нас есть, будущее в нашей дружбе, взаимоотношениях добрых, будущее, чтобы мы строили светлое, хорошее и доброе. Вероника Ворошилина, Юлия Бросовец, Валерия Гопанько, Телерадо, компания Гомель. Больше за 90-вучни приняли в делу в финале областного конкурса школа безопасности 2016. Пираможцы представить Гомельщину на республиканском этапе. За право называться левшими у Олимпиаде змагалися школьники, яких размирковали по трех взрослых категориях початковые, 5-7-8-11 классы. Удельникам треба было отказать на пытание ухаление безопасности жития деенности и вырошить шерах задач по необходимых дениях у надзвучайных ситуациях. После первого атеретичного этапа 18 детей приступили до заключного выпрабывания. По зададзиной теме они подрехтовали презентации, как на справе показать и рассказать про меры безопасности у небеспечных обставинах. У молодшей и старшей категориях наивышейшие отзнаки отримали девченки с Житковицкого района Ганна Соболева и Надея Живан. У середней перемога Алексей Пикус и киновучается у лицей при Гомельском институте МНС. Должны проводиться для того, чтобы люди узнавали что-то новое, новые правила и как нужно себя вести в различных ситуациях. В областном центре отбылась встреча студентской молоди с головным дирижером Гомельского симфоничного оркестра Мурадом Асуилом. Мероприемство было организовано в рамках проекта «Культурные люди», который был запущен все лет в городе над Сожем. Музыка бадает один из самых интересных и запотребованных на керунку культуры современной молоди. Миновито тому на мероприемство пришла вялизная колькасть жадающих. У зале навык не засталось свободных местов. Сустреча с молоддю велась в формате открытого диалогу. Почас ее галоны дирижер Гомельского симфоничного оркестра Мурад Асуил отказал на усе питание присутных молодых в целом проект культурные люди в Гомеле был запущен с Центральной городской библиотекой и городской организацией БРСМ. Он накированный на то, как просподобные интересные встречи с выбедными детьми мастерства культурно усбогачать внутренний свет молоди. Основная цель этого проекта познакомить людей с представителями с яркими представителями различных сфер жизни и культуры Гомеля и не только Гомеля. Мы планируем приглашать на подобные встречи гостей из-за рубежа, которые будут приезжать с гастролями и будут проходить не менее одну встречу в месяц. У Гомельским областным центром Олимпийского резерву по теннису отбылся открытый турнир Кубок Полесия. У делу с поборницей примали юнаки девчаты во взросле до 12 годов. Этот традиционный турнир мает довольно высокую четвертую национальную категорию. А это значит, что при важная частка довольно насыщенного с поборницкого календара Центра Олимпийского резерву. В течение года запланировано 19 турниров разных возрастных групп по разным возрастным группам. Каждый год Кубок Полесия сбирая юных теннисистов не только из Гомеля, а и из других городов Беларуси. На этот раз приехали гости с Бобруйска, Могилева и Минска. Тон задавали мясцовые теннисисты. У девчат первое место заняла Дарья Хамутянская. Она была фавориткой. У национальном рейтингу Дарья на четвертом родку. У Саковику она планует принять делу престижным международным турниры Ладага Кап, який пройдя у Ленинградской области. У споборництвах юнаков гамельчане заняли весь пьедыстал. Маснейшим стал Алексей Хамротов. На другим местом Миколай Баньков, Марк Мюллер. И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги ждем вам пленного дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова